Я говорил тогда, сжалься, и наконец, пойми одно, что в пятый раз большого вальса смотреть не буду я в кино. Но, надув капризные губки, Лена, не помню, стала возражать. Но там показывают вену, а это надо понимать. Хотя б недельку мне хотелось прекрасной вене провести. Уж я б на город насмотрелась и в венский лес нашла б пути. Нашла бы штрауса могилу и дом там, где работал он. Так, размечтавшись, говорила мне Леночка в сороковом. Потом, уехав из Калугию, я раза два писал всего. Потом война. И друг по другу мы не слыхали ничего. Объехав чуть не полуселенной, познавший ряд чужих краев, В апреле свел знакомство с Веной. Во время уличных боев, когда шумолкла канонада, И мир желанный уступил. Столицу Австрии как надо я осмотрел и изучил. В июне, шествуя по Вене, зашел наш трасса Маргарет. И вдруг мой взор застыл на лень. Быть может показалось, нет. Могли б случиться и объятия, но венцы прут по сторонам. Смотрю, она в военном платье. Она медслужбы, капитан. Я говорю ей, видишь, Лена, мечта давнишняя сбылась. Ты так хотела видеть Вену. И вот до Вены добралась. Да, добралась. Не отвечает. Я третий месяц здесь скучаю. Была ли ты Лена в Венском лесе? О да, я видела его. Шингун красив и интересен. Она сказала... Ничего. Была ли на Голубом Дуная? Нашла ли Штраус, а ты дом? Была, нашла. Но я скучаю. Душа тоскует о другом. Давай мы, Лена, вечер встретим в одной из венских оперец. Нет, не за этим я шла на штрассу, Маргарет. Отказ за моего причину ты, может быть, найдешь смешной. Я нашу русскую картину увидеть здесь хочу в кино. Не наш пейзаж, родные звуки, советской жизни, а роман. Я этот фильм у нас, в Калуге, смотрела лет пять-шесть назад. И позабыв про Вену, Лена смотрела шадно на экран. У нас чувство Родины нетленное. Чуть поживешь в одной из стран, оно придет на первый план. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин